Вот, еще в наш этот самый попадет, в кунсткамеру попадет поклонение неграмотных предшественников. Если это, 19 лет, видели, твердый знак, вот, заодно посмотрите, одобрено департаментом земледелия. Вот там, что неграмотный, он садоват практик, все, он нормальный садоват практик, он взял, я не называю фамилию специально, вот, одобрили чиновники, которые тем более не понимают. Вот здесь просто один из примеров, я почему выбрал, там много фотографий, то есть рисунков, смотрите, ура, все логично, даже железо-то оказывается вовсе не переоткрыватель. Вот он, садя саженец, взяли, обрезали третью часть ветра. Замечательно, а железо только, ну, плагиатор за ними повторяет, но я повторяю, используя, но дело-то в том, что вот это отрезали не потому, что надо при посадке обязательно, как я долблю всю страну, вот, что любой саженец, у которого корни изувечены, а крона целая, он уже калека при посадке. Вопрос только в степени калечения. Нет, этот человек взял и отрезал все, обратите внимание на рисунки, все всасывающие корички. Зачем? Он знает, что если параллельно отрезать тут, ну, чтобы приятно, соку будет меньше поступать, вот почему он отрезал из калечия корня, надо было компенсировать калечие корня. Вроде бы логично. Дальше логично то, еще что, на следующий год, если саженец не погибнет, он обрастет густыми-густыми корнями, понимаете, и тогда его выставят на продажу. Но дело-то в том, что сам прием вот этот вот, сам прием, он приводит к тому, что уже всасывающий корешков большая часть уничтожена, так, и медленное поступление приводит к тому, что дерево уже изначально заложит слабый скелет, режь-не режь, вот, слабый скелет, вот, дальше придет зима, а оно слабое настолько, что может не пережить, чаще всего погибнет. Вот, почему надо обязательно иметь, у него нарисованы, ну, не все же целые корни, выкопал, конечно, корни у такого дерева, вот, как нарисованы, половина корней остается на старом месте, а саженец переезжает на новое место, так? Вот, вот, тогда получается, что, получается, что он в любом случае калека. И почему бы ему не оставить все корни нетронутые, пересаживая? Ну, почему? Ведь это делается перед пересадкой, вот, причем, хватает уже, 19 века переходит в 21-е. Я не называю фамилии, у меня гигантский этот, нет, небольшой, гигантский архив, и там есть, держите за стулья, но начинается он с этих обликов, допустив, а это классик, допустив, в принципе, обрезание корней, чему он приводит? 21 веке додумывает, вот так, наши специалисты и, к сожалению, еще и специалистки. А берем вокруг взрослого дерева, копаем канал, цитирую, 30 сантиметров шириной, 30 сантиметров глубиной. Там не сказано, это корни, там сказано, все попавшиеся под лопату корни обрубаются, после чего закапываются канавы обратно. И называется эта операция улучшение корней. Представляете, в каком медиатизме мы живем? Вот, вот они начали, допустили саму идею, что можно корни калечить специально. Уже повезло, уже выкопал, ну хотя бы половину корней целых, но оставьте их в покое. Нет, надо вот эти на половину скалечия корней, корней себе даже. Называется пикировка. Термин научный. Я, смотрите, какой грамотный. А что она говорила, что я какой-то металлург? Я слово пикировка знаю. Так, сейчас, простите, на секунду на кухню. Вот, я быстро, две минутки, у нас еще осталось два шутка поговорить. Вот. 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 Продолжение следует... 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 Но уже когда Погибло 2 или 3 Саженца То есть у меня не получилось 100% результата А почему я считаю Что я не заработал пятеркой Потому что мне надо было померить А потом садить А я же когда посадил А потом уже померил Так Сейчас еще секунду Вот Закадаюсь В холоде голова лучше работает Но мы об этом поговорим Когда будем о детях говорить То совсем с ума проходили Нация деградирует Никто ни ухом не повел Итак Посмотрели мы на этот И вот это вот пойдет тоже В нашу концкамеру Неудобно Фамилия неудобно Почему? Потому что людей в живых нет А мы их это пинаем Давайте без фамилии Важнейшая доказательство Необходимость и концкамеры Глава 13 Великие ученые И да и нет Мы сейчас будем заканчивать разговор Знаете почему? Потому что наше время истекает Вот Просто я всегда Ах, Сечина, Ах, Сечина Ах, Сечина, Ах, Сечина Вот Вот он и доигрался с лягушками Рефлекс изучал Доказал, что души нет Вот Читаем Я повторяюсь На принципе Видите Нас должно Стократно увеличить Все количество душ А как можно говорить Душек Я оговорился Людей А душ у нас нет Содержание книги Ясно приводило к выводу Об отсутствии у человека Бессмертной души Мы этого человека считаем Великим ученым Представляете? Вот Прогрессивно мыслящая часть общества Встретила книгу Сечина Восторженно А потом Десятки тысяч Священников Души-то нет Расстреляно Тысячи церквей Взорваны Остальные тысячи Превратились в конюшни Вот вам и Сечина Иногда думаешь Может быть Того, кто первый забрел Бомбу Атомную Надо было в люльке выдавить И сейчас бы сотни тысяч Японцев Тогда В сорок пятом году Не погибли Душа против душ Одну удавили Вот Извините Я Чуть ли не со злобой говорю Дело не в Сечина Дело в том Как его Преподнести Вот и преподнесли Ах он выдающийся Если он написал Что у человека нет души Значит все Он нет души А раз нет души Значит что можно делать Например Бомбить Донецк Там не люди Там животное Нет души Это животное А подумаешь Что оно это Ему три года Пять лет Девочка там Вот Женщина Которая всю жизнь работала Вот Девушка молодая Которая рожать надо У нее нет души Бомбы разрушает На счастье У нее нет души У нее нет души Ответ День души